Сегодня тема нашей проповеди звучит так — «Сдвигая камни». А вы знали, что Бог сдвигал камни? А если вы живете в Центральном Теннессе, вам важно это знать, мы посмотрим на воскресенье глазами Матфея. А вот что там сказано. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафея именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тела Иисуса. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвел его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и привалил большой камень к двери гроба и удалился». Давайте пока на этом остановимся. Здесь описано погребение Иисуса. Его похоронили в месте, похожем на пещеру, а потом завалили вход в его гробницу огромным камнем. В первом веке очень многих так хоронили на Ближнем Востоке, и особенно у евреев. Богатым людям гробницы вырезали в камни или хоронили в пещере, а потом закрывали вход, чтобы защитить тела диких зверей и воров. Иисуса очень быстро погребли в этой гробнице, которая принадлежала Иосифу из Аримафея. Иосиф все предвидел. Он любил Иисуса и был его учеником. Иисуса распели в пятницу днем. В пятницу вечером в Израиле начинается шаббат. Шаббат начинается на заходе солнца в пятницу и продолжается до захода солнца в субботу. В Иерусалиме сегодня и тогда после обеда в пятницу становится очень тихо. Движение становится меньше. Люди идут по домам готовить ужин в честь шаббата. Распятие Иисуса накануне шаббата вызвало волнение. Села нужно было снять с крестов перед началом выходного дня. Иисус умер днем. Его в спешке сняли со креста и захоронили в гробнице его друга. Иосиф привалил камнем вход в гробницу и удалился. Но на этом Матфей не заканчивает историю. Он добавляет к ней еще одно предложение. Сначала кажется, что это предложение не связано с погребением Иисуса. Там сказано, была же там Мария Магдалина и другая Мария. Кто же это другая Мария? Это была мать Иисуса. Это был вопрос без всякого подвоха. Они сидели напротив гроба. Мария Магдалина и другая Мария сидели напротив гроба и видели, как вход в гробницу привалили камнем. Все удалились, Иосиф ушел. А две Марии все сидели на камне и смотрели на гробницу Иисуса, приваленную камнем. Вы их прекрасно знаете, если читали Евангелие. Жизни этих двух женщин сильно преобразились благодаря их связи с Иисусом, но по-разному. Одну избавили от бесов, а жизнь другой была полностью переписана. Интересно, как они сами к этому относились, что они чувствовали, когда сидели тогда на камне? Я думаю, они были сломлены от отчаяния и разочарования. Их лучшего друга и самого замечательного человека в их жизни арестовали где-то сутки назад. Он подвергся ужасному испытанию. Ему нужен был друг, но никто из близких ему людей не мог к нему прорваться, а большинство из них даже отреклись от него. Казалось бы, вот он конец. Я думаю, это было очень глубокое отчаяние. Иисус был самым замечательным человеком в их жизни. Они видели, как он осмирял бурю, воскрешал мертвецов и открывал невидящие глаза. Но вот его враги подготовили для него ловушку. И ему стоило только сказать нужные слова, и его бы отпустили. Когда те воины пришли в Гефсиманию, чтобы арестовать Иисуса, Марии наверняка думали, что он скажет им. Я думаю, что все заволновались, когда он позволил себя арестовать. Мы знаем, что Иисус предупредил их об этом, но, судя по тексту Библии, они не понимали, что происходит. Потом они стали свидетелями этого позорного суда. Иисуса привели к римскому правителю. И этот правитель, стоя на площади перед народом, заявил, «Я отпущу одного из арестованных». «Кого вы хотите, чтобы я отпустил? Варавву или Иисусом?» Я думаю, они пришли в ужас, когда услышали, как толпа кричит «Опусти Варавву». Затем он спросил, а что же сделать с Иисусом? И тогда толпа закричала «Распни его». Иисуса увели и забили почти до смерти. Затем его вывели из притория, и он пошел по улицам Иерусалима, неся на спине свой крест до ворот у горы Голгофа. Я уверен, что обе Марии шли за ним в толпе и видели, как тяжела его ноша. Они видели, как римские воины распластали Иисуса на кресте и пригвоздили его к нему. Мы можем прочесть, что они стояли рядом с его крестом, пока он там задыхался и испытывал муки от казни. Когда он умер, они увидели, как тело снялся креста, а потом поместили в гробницу и привалили в ход туда камни. Матфей в своем Евангелии описывал, как две Марии сидели и смотрели на гробницу. Сегодня ужин в честь Шаббата. Это настоящий праздник. Семьи собираются вместе, дети радуются, но я не думаю, что тот Шаббат был праздничным. На этом Матфей не заканчивает эту историю. В следующем абзаце нет ничего победоносного. Он наводит меня на размышления. Там сказано, на другой день, который следует за Пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, «После трех дней воскрес, но они запомнили слова Иисуса, но они не собирались его никак чествовать. Наш мир мало чем отличается от тех времен. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его. И не сказали народу, воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им, «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Для римлян распятие было привычной к казнью, и Иисуса объявили мертвым. Его гробницу запечатали, а вход в нее был завален камнем. Должен вам сказать, что вы, наверное, люто плохой человек, если ваши враги боятся вас, и после вашей смерти запечатывают вашу гробницу и ставят возле нее стражу. И вот что пишет Матфей дальше. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Когда наступил шаббат, обе Марии сидели на кладбище. Когда же в воскресенье утром зашло солнце, они снова пришли туда. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Но я думаю, что все это было не случайно. Обе Марии неспроста сидели на камне и смотрели на гробницу. И ангел тоже не просто так сидел на камне. Две Марии сидели там, полное отчаяние, сломленное. А ангел сидел там, потому что у него было победоносное послание для нас на веках. Жизнь сильнее смерти, а надежда величественнее отчаяния. Послушайте, что сказал ангел, ведь его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Это послание изменило нашу жизнь. Мы следуем за Христом не из-за религии, конфессий, книг или моральных ценностей. Мы делаем это из-за человека по имени Иисус. Мы прославляем его, потому что смерть не смогла удержать его. Он жив. И в книге Откровения сказано, и живой, и был мертв, и все живы во веки веков. И однажды вы встретитесь с ним. Лично я очень жду этой встречи. У меня есть хорошие новости сегодня. Празднование Пасхи — это не просто историческая данность. Мы собираемся не только для того, чтобы вспомнить, что сделал для нас Бог. Бог все еще сдвигает камни и стирает барьеры в нашей жизни. Каждый, кто пришел сюда сегодня, может обрести свое чудо. Просто изберите себе чудо, и вы обретете его. Божьи чудеса возможны сегодня так же, как были возможно в то пасхальное утро. Странная истина, пронизывающая нашей жизни, заключается в том, что у нас до сих пор есть барьеры, которые надо стереть. Они есть у каждого из нас, никому их не избежать. На Пасху мы наряжаемся, душимся, прихорашиваемся, чтобы посидеть несколько минут в церкви. Мы стараемся выглядеть и действовать так, будто мы такие всегда. Но истина заключается в том, что в нашей жизни полно всевозможных испытаний. Одни мы можем поделить с другими, а с другими нам приходится справляться самими. Но Бог все еще стирает все барьеры. Одни из них появились из-за того, что я сделал что-то неугодное Богу. Другие из-за того, что это неугодное Богу сделал кто-то еще. Одни появляются от разочарования, а другие от боли, которая к нам пришла. Одни барьеры появляются, когда мы предпочитаем что-то больше, чем Бога. Другие идут от нашего глубокого эгоизма, а также таких вещей, как жадность, похоть, себелюбие и бунт. И они отделяют нас от лучшего, что может дать нам Бог. Часто нам не хватает сил, чтобы стереть их самим. Нам нужна помощь извне. И Пасха несет нам просто прекрасную весть. Каждый год Пасху во всем мире празднуют, потому что Бог до сих пор стирает эти барьеры. Именно такое послание несет нам Пасху. Вот в чем заключена сила Пасхи для нас. Я расскажу вам три истинные, крепкие, как камни. Они помогут вам сдвинуть и ваши камни. На Пасху я попрошу вас помолиться со мной. Заметьте, у меня нет намерения заставлять вас глядеть на меня в Пасхальную слуху. Это вам мало что даст. Но я хочу пригласить вас помолиться со мной, если вы хотите. Ибо я верю, что Бог прямо сейчас входит в вашу жизнь. Мы здесь не для того, чтобы праздновать те события, а чтобы праздновать, что Бог делает для нас сегодня. Первая истина подобна камню, которым была привалена гробница Иисуса, чтобы не дать другим туда войти. Но в нашей жизни бывает барьер между нами и Богом, и нам не перекинуть мост через эту пропасть. У нас не хватит сил сдвинуть этот камень, его не убрать хорошим поведением или присоединившись к нужной группе людей или найти для себя идеальную церковь. Лично я не собираюсь побивать вас камнями, делая не в каком-то особым переводе Библии или учения. Единственный путь к Божьему Царству связан с человеком по имени Иисус Назаряне. Мы верим, что Он — это Мессия, Сын Божий, Христос, но даже этого недостаточно. Мы избрали Его Господом, сделали это сами. Он для меня самая важная фигура в жизни. Я служу Ему как Царю. Вы приходите в церковь не для того, чтобы войти в Божие Царство. Мы стали частью церкви, потому что решили для себя, что принадлежим к Царству Божьему. Вы наверняка видели металлодетекторы в аэропорту. Вам не пройти через них, если у вас в карманах что-то металлическое, если на вас ремень, если вы несете что-то слишком большое или имеете при себе оружие. Было бы замечательно сделать и духовный детектор. Он бы стоял, приходив в церковь, и показывал то, что у вас на сердце. Допустим, у человека перед вами высветилась бы зависть или похоть, и тогда бы вы развернулись и пошли назад к своей машине. Единственный способ обрести мир с Богом — это поставить Иисуса на первое место в своей жизни. Давайте прочтем, что сказано в послании к римлянам. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот он вкратце, смысл Пасхи. Иисус понес наказание, которое заслужил я. Он был воскрешен к жизни, чтобы мы с вами могли ощутить пользу от того, что покорились Ему. Если мы примем это и уверуем в Иисуса, и в то, что Он сделал для нас, тогда наша жизнь изменится навсегда. Наиболее постоянная часть вас — это ваш дух. У вас есть ваша земная оболочка. Но она не вечна. Вы родились с определенным сроком годности. Я не грублю. Если вы этого еще не заметили, значит, вы отпраздновали не так много дней рождения. Осознание этого еще к вам придет. Ваш дух вечен. Даже когда ваше тело придет в негодность, ваш дух продолжит жить в Царстве Божьем. В Библии сказано, что дело не в еде и не в питье. Оно не в плоти и в крови. Это нечто более длительное и приносящее мир Создателем Всего Сущего. Это величайшая возможность и величайший барьер между нами и нашим прекрасным будущим. Поэтому я прошу вас помолиться сейчас со мной. Это будет очень простая молитва, в которой мы признаем Иисуса Назарянина Христом и Мессией. Мы признаем, что нам нужна Его помощь, потому что сами мы себе не поможем и попросим Его стать Господом нашей жизни. Это изменит вашу жизнь. Это важнее посещение церкви, воскресенье утром или праздников. Это касается того, кто является Господом вашей жизни. Если вы никогда не молились об этом, сегодня просто прекрасный день это сделать. Если вы молились об этом сотню раз, помолитесь и в 101-й. Давайте же сейчас помолимся. Не смотрите на других. У вас сейчас встреча с Богом. Повторите за мной. Всемогущий Боже, я грешник, и мне нужен Спаситель. Я верю, что Иисус – это твой Сын, и что Он умер на кресте за мои грехи, а потом Ты воскресил Его к жизни. Прости мне мой грех. Я прощаю тех, кто согрешил против меня. Иисус, стань Господом моей жизни. Все, что у меня есть, я дарю Тебе, чтобы почтить Тебя. Аминь. Аллилуйя. Итак, давайте теперь поблагодарим за это Бога. Поблагодарите Его аплодисментами. Еще одна преграда, которую мы хотим убрать. Это сразу несколько связанных между собой вещей, отделяющих нас от мечты о том, чтобы в нашей жизни было лучшее от Бога. Они связаны с прощением. Все начинается с того, что должны быть прощены мы. Мы только что помолились молитвой грешников, и наши грехи будут прощены, но мы не избавились от греха. Это продолжает оставаться для нас испытанием, и нам снова нужно прощение. В Новом Завете сказано, что если мы будем идти за светом, которым является Бог, Он будет постепенно нас очищать. А нам нужно это очищение. Одно из самых больших испытаний, которые мы проходим, это испытание виной и стыдом. Потому что у нас есть противник, и поэтому если перед вами появляется возможность поделиться верой, или рассказать людям свою историю об Иисусе, или помолиться за кого-то, мы практически сразу начинаем слышать внутри себя голос, вопрошающий нас. Зачем ты это делаешь? Ты не можешь поделиться верой с теми, с кем ты работаешь. Они знают тебя насквозь. Они видели, как ты ведешь дела. Ты не можешь молиться за жену и детей. Они тебя прекрасно знают. Они видели, как ты пнул собаку. Кем ты себя вызомнил? У нас есть противник, который постоянно напоминает нам о наших ошибках, промахах и неидеальном поведении. О том, что мы не знаем и где мы не были. Я стою здесь, чтобы сказать вам, что он врет. Недостаточно быть в курсе этого. Мы должны понимать, что мы прощены, что нас освободили, что вина и стыд не могут повлиять на наше будущее, если только мы не позволим им это сделать. Обратимся к Писанию, в котором мы имеем искупление крови Его, прощения грехов, по богатству благодати Его, что позволяет нам освободиться от этого прошлого. Это не наши хорошие дела, не наши заслуги. Мы здесь не ради заслуг. Все это произошло благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Мы обретаем это благодаря нашей вере. Если Бог не направляет ваши грехи против вас, почему вы позволяете какому-то голосу это делать? Мы сегодня обрели спасение. Кто-то из вас пришел сюда с чувством вины и несовершенства. Вам казалось, что вы впустую потратили кучу лет, ведь есть свидетельство того, что вы делали неугодные Богу и ищем. От этого трудно избавиться. Я не говорю, что этого нет. Я говорю, что у вас будет прощение, если вы его обретете. У грехов и несовершенств из нашего прошлого нет силы определять наше будущее из-за силы Божьей, явленной нам в День Воскресения Христа. Это хорошая новость. Библейское слово для этого — это примирение. Библия учит нас примирению с Богом. Примириться с Богом значит быть в мире с Ним. Я общаюсь со многими людьми, каждую неделю встречая людей, которые не в мире с Богом. Часто они злые на Бога. Они злые на Бога из-за Его народа и из-за того, что Его народ сделал во имя Его. Бывает, они делают что-то недопустимое. Иногда Божьему народу не хватает набожности. Это так. Мы не идеальны, как Лот, но я хочу вдохновить вас не терять те возможности, которые дает вам Господь из-за того, что у вас есть знакомые, делающие неугодные Богу вещи. Я обедал у нескольких людей, которым не следовало вообще устраивать обеды, но я же решил там пообедать. Я ехал по одной трассе с людьми, которым вообще не следовало давать права, но из-за этого я не бросил водить. Я еще не откажусь от веры, потому что я встречал людей, которые вели себя неподобающе, прикрываясь именем Господа. Но это обычно не самое ужасное. Очень часто жизнь нас разочаровывает. Жизнь труднее, чем мне того бы хотелось. Вы это замечали? Часто нас ожидают непредвиденные испытания, и они кажутся нам несправедливыми. Нам кажется, мы получаем не то, что заслужили. В итоге я взываю к Господу, вздымаю свои кулаки к небесам и говорю, «Боже, мне не нравится, что ты делаешь». Находясь в глубоком отчаянии, я даже пару раз угрожал ему, он начал паниковать. Можно над этим смеяться, но на самом деле это не смешно. Если у вас разбито сердце или произошло что-то ужасное, у вас возникает искушение отступить от Бога и сказать, «Я не буду тебе служить, потому что мне не понравилось, что ты сделал». Я не воображаю, что у меня есть ответы на все вопросы. Я не знаю всех ответов, но я примирился с этим. Еще один камень. Дело в том, что мы должны прощать других. Да, прощать других — это непросто. Но у меня есть хорошие новости. Бог поможет нам. Если мы решим прощать других, Бог принесет нашим сердцам исцеление. Даже если мы не знали, что оно нам нужно. Мы считаем, что непрощение имеет место быть, потому что задели чьи-то раны. Но если мы будем сохранять непрощение, эти раны будут становиться больше и глубже и отравлять нас. Помните, что прощение — это не эмоция. Это решение. Мы прощаем не потому, что мы этого хотим или кто-то заслуживает прощения. Мы прощаем, потому что мы решаем так сделать. Рано. Образуется, если с вами плохо обошлись. Тогда вы живете с плохими воспоминаниями об этом. Мы считаем, что нам должны держимся за это, пока нам не заплатят этот долг. Если передо мной не извинятся, не возместят убытки или не изменят свое поведение, я этот долг не прощу никогда. Я ожидаю большего от родителей, от детей, учителей, от пасторов, от церквей, от кого угодно. Мне нанесли рану. Я вас так просто не прощу. При этом мы часто забываем, что живем со злостью, ожесточенностью и негодованием. А тот другой живет, как ни в чем не бывало. По-моему, когда мы злимся на кого-то, а они этого не замечают, это раздражает больше всего. Вы это замечали? Кто-то вывел вас из себя, но при этом у него все нормально, и он ничего не замечает. И кажется, что он счастлив, когда вы с ним не разговариваете. И вот вы начинаете его игнорировать и дуться на него. Тогда вас спрашивают, что-то случилось? И вы отвечаете, да, нет. Чего это вы спрашиваете? Возможно, потому что вы полчаса пыхтели, как пароход. Простить значит отменить долг и отпустить человека. В Матфея сказано, ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших. Я не говорю, что то, что произошло с вами, это хорошо. Я не призываю вас вставать в очередь за добавкой плохого отношения. Я не оправдываю то, что произошло. Я просто говорю вам, если вы будете жить с непрощением, ваша жизнь будет крайне ограниченной. Это камень. Поэтому важны три вещи. Принять Божие прощение. Далее, примириться с Богом, но и еще простить других. Мне могут не нравиться обстоятельства, в которых я нахожусь, а то, что происходит со мной, не всегда справедливо и иногда неприятно. Но, Боже, я все равно буду следовать за Тобой. Есть Бог, и это не я. Мы говорили сегодня о росте в вере и искренности. И благодаря этому я всегда помню о том, что все мы зависим от Святого Духа. Он — это наш учитель, проводник и помощник. Мы можем обратиться к Нему, если нам чего-то не хватает. И Он нам поможет и улучшит наше состояние. Давайте вместе помолимся. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты призвал нас. Я молюсь о том, чтобы Твой Дух помог нам увидеть в нас то, ради чего Ты нас сотворил. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Послушайте, как пастор Аллен Джексон читает отрывок из своей новой книги под названием «Осознанная вера. Согласование вашей жизни с сердцем Божиим». Всего один период нашей жизни может навсегда изменить все ее течение. Очень многие из таких периодов мы не выбираем сами. Мы не просим о раке, мы не просим получить выходное пособие, мы не просим о смерти того, кто нам дорог. Иногда в нашей жизни наступает настоящая зима. Мы страдаем и увядаем. Нас разрывает на части. У нас нет силы избежать таких периодов. Но у нас есть сила развить у себя привычки, которые приведут нас к более благоприятному результату в такие периоды. Я хочу воодушевить вас развить у себя такие привычки, которые изменят вашу жизнь. Вы можете отправиться в стодневное путешествие, которое поможет вам ощутить Бога. Для того, чтобы получить эту книгу, зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы видите сейчас на экране. Если вы сделаете пожертвование сегодня, вы также получите журнал «100 дней осознанной веры», где вы можете каждый день записывать ваши мысли и выписывать наиболее вдохновившие вас цитаты. Он поможет вам развить осознанную веру. Для этого зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы сейчас видите на нашем экране. Послушайте, как пастор Аллен Джексон читает отрывок из своей новой книги под названием «Осознанная вера. Согласование вашей жизни с сердцем Божиим». Всего один период нашей жизни может навсегда изменить все ее течение. Очень многие из таких периодов мы не выбираем сами. Мы не просим о раке, мы не просим получить выходное пособие, мы не просим о смерти того, кто нам дорог. Иногда в нашей жизни наступает настоящая зима. Мы страдаем и увядаем. Нас разрывает на части. У нас нет силы избежать таких периодов. Но у нас есть сила развить у себя привычки, которые приведут нас к более благоприятному результату в такие периоды. Я хочу воодушевить вас развить у себя такие привычки, которые изменят вашу жизнь. Вы можете отправиться в стодневное путешествие, которое поможет вам ощутить Бога. Для того, чтобы получить эту книгу, зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы видите сейчас на экране. Если вы сделаете пожертвование сегодня, вы также получите журнал «100 дней осознанной веры», где вы можете каждый день записывать ваши мысли и выписывать наиболее вдохновившие вас цитаты. Он поможет вам развить осознанную веру. Для этого зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы сейчас видите на нашем экране.